Девочки, всем большой привет! С вами Екбеш. И у меня пустые баночки в новом году. Я совсем забыла. У меня накопилось столько пустых банок. Что это, что это с чем-то. Я вас всех поздравляю с новым годом. Давайте начнем потихоньку. Потихоньку и по-быстрому, потому что их очень много. Как видите, порошок лоск. Здесь у меня 4,5 килограмма. Порошок ароматный. Тут даже написано усилитель аромата. Ну, якобы засчитать накипи, я не знаю. Лоск 9. Что-то 9 какая-то нарисована. Вот. В общем, есть такое несмывание. Вот порошок. Вот здесь, да. На одежде. Не знаю уж, это у меня стиральная машина так, или с чем это связано. Но, в общем, остается на одежде. И полоскать приходится раза два. Далее, далее. Наконец-то у меня закончился вот такой вот облепиховый скраб. от фирмы Облепиха Сиберика, Натура Сиберика. Когда первый раз увидела его в магазине, обалдела. Потому что мне было интересно, что же это за скраб для кожи головы. Ну, что ж, долго он у меня стоял? Очень долго. Больше, чем полгода, наверное. Собственно, я его использовала после масок, после масел. Когда делала масло на волосы, на кожу головы, да. И, как бы, вроде бы как, этот скраб помогал прочистить, промыть волосы. Ну, что могу сказать, что больше я, скорее всего, его не куплю. Стоит вот такая штучка от 100 рецептов красоты. Лифтинг. Гель для лица. Ультра увлажнение. Сок алоэ веры, зеленый чай и виноград. Вот. Мне понравился. Понравился. 30 мл. Очень удобная упаковочка такая. Но дело в том, что я не знаю, как уж там он работает. Очень быстро впитывается. За что я люблю гели. За вот это я их люблю, что они быстро впитываются. Собственно, он тоже такой же. Ну, компоненты, если натуральные, то он, как бы, получается слабенький. Что касается прыщиков, и он и покраснение особо, по-моему, не убирает. Собственно, морщинки тоже. Продукция такой, как я это называю, знала тебя, баловство. Но я бы его еще купила. Дальше от Эйван у нас стоит. Это у нас, по-моему, да, это крем от натоптышей. Крем от натоптышей. И этот крем мне очень понравился. Действительно разглаживает. Могу всем посоветовать. Футворкс. Мне очень понравился. Еще бы купила. Вот. Плацентарная маска для лица и шеи. Вот. Такая. Кулижир. Питательная. От морщин с эффектом лифтинга. Ну, конечно, одна, может быть, морепогода не сделает. Поэтому я тоже не заметила ничего интересного. Но кроме того, что после применения, после смывки с лица и после душа, конечно, кожа была такая более свежая. Но, в общем-то, наверное, только вот это он и делает. Эта маска, точнее, она делает. Больше ничего такого интересного сказать не могу. От фирмы КТ или КОТ. Антибактериальные салфетки. Салфетки, как салфетки. Уж не знаю, насколько они там антибактериальные. Но нормально. Я вытираю их имя из мебель. Пойдет. Аламидин. В составе аластатин. 4 грамма здесь у меня. Как бы он тут состав так вспоминает. Ну, в состав вода, карбопол, феноксиэтанол, гидроксид натрия, алантаин, этилокстиле, глицерин, что-то, аластатин. В общем, девочки, я его использую, когда у меня герпес. На данный момент это самое лучшее средство. Оно как подсушивает. Классно. Могу всем посоветовать. У меня, кстати, спрашивали по поводу герпеса видео. Ну, как бы, может быть, и засниму. Но что тут снимать? Вот я вам говорю, что на данный момент у меня фавориты это Аламидин и Панавир. Завиракс. И люблю от него болячка ползет. Опа. Райский сад. Скраб для тела от Эйвана. Ну, мы вот эти вот знаем, да, что они не особо скрабы. Я даже не знаю, назвать их пилингами. Не знаю. Но дело в том, что этот гель не меняется с этим ароматом. Это действительно обалденный аромат. Поэтому, что гель, что, как они назвали, скраб. Я бы не назвала это скрабом. Просто какие-то частички, прям громоздкие. Скрабом бы я их не назвала. Мне очень нравится аромат. Мне бы сказал божественный, кайфовый аромат. Поэтому я бы еще купила гель для душа. Так как гель для душа я заказывала, но я его подарила. И вот мне достался, получается, скраб. И я бы еще себе купила гель для душа. Но как скраб, я думаю, что это не скраб. Обаловство также. Шампунь. Не раз я покупала уже этот шампунь. Я вообще покупаю. То есть, в аптеке, да, там, этот лук, там, или другие какие-то фирмы. То есть, просто с целью, что я здесь составил лук. Как видите, что от выпадения, от облысения. Шампунь прозрачный, по-моему, желтоватый был. Вот. Как вот состав вот. Я вам хочу показать. Медикомед. Фирма. Пойдет нормальный шампунь. Доступная цена с чем-то, по-моему, с копейками там. Пойдет. Насчет, как он там лечит, я не знаю. Потому что я пользуюсь разными шампунями. От фирмы Красная Линия. Вот такое мыло для рук. Кухонное. У меня с ароматом лаванда. Нейтрализует запах про витамин В5. Специально вам показывают, что написано, что нейтрализует запах. Ах. Ну, лавандой пахнет он, конечно. Это все, конечно, все такое интересное. Большой объем. Доступная цена. И думаю, что, не знаю, вот у меня вот сам само мыло. Осталось, плюется, потому что уже не туда, не сюда. Можно просто выдать. Ну, я не жадная. Думаю, ладно. Вот. И, значит, что насчет нейтрализации запаха? Нифига, он не нейтрализует запах. Не смывает жир, не смывает запах рыбы. И так далее. Как кухонное мыло, это не то. Увы и ах. Сериал Кухня, видите, реклама. Рекомендует. Нет. К сожалению, для кухонного мыла оно не подходит. А что я говорила про бутылочку, я думаю, что большой объем бутылочки, я думаю, может быть, себе оставить, чтобы потом переливать пакетированное мыло. Покупать подешевле. Вот эти, которые. Дальше. от Эйвен, планет спа, аромат наслаждения, парфюмированный лосем для. Так, а далее, далее я тут обновила. Тут у нас от Эйвен стоит Just Play. Туалетная вода мужская. Знаете, она очень такая прикольная, понравилась мужу. Она же очень бюджетная, очень такая, думаю, я по слову, дешевненькая. И нам она понравилась. Поэтому нам в общем, в восторге и держится долго. Дальше идет от Эйвен Клеер Скин. Очищение пор, маска для лица. Вот. Видите, она такая черная. Вот. Такая на носике на лицо. И такие там, где вот поры, она не засыхает. И такие, знаете, на коже подсыхает, а где пол остается такой черный, у нас такие точечки остаются на лице. Хорошее очищение такое, знаете, прикольно, как будто активированный уголь нанесли. Мне понравилось. Так он, что быстро у меня. Потому что, конечно, нравится. Она, собственно, и пользуется им. Дальше идет от Эйвен. Гель для душа, подращивающий зеленый чай. Ивергена. С витаминами, не знаю. В общем, девочки. Вот я назвала тот, да, гель для душ красный. Новинка, который у Эйвен. Так вот этот тоже мне очень понравился. Всем советую заказать на лето. Попробуйте. Он реально офигенный. Он такой подращий. Прям я его съесть хотела. Мне очень понравился. От Эйвен идет вот эта вот штука. Вот эти масла. Альбанс техник. Я даже не знаю. Тут у меня... А, органия, по-моему, была. С маслом органии. Вот. Да. Ну, я, если честно, мне не понравилось. Ничего я не поняла. Тоже, можно сказать, выливала. Тоже, наверное, на этот... На волосы и все. Ерунда какая-то. Крем такой у меня мумио. Лишь для антипатически неиспользованный. Для нормальной жирной кожи. Забыла я совсем про него. И у меня прошел срок годности. Фирма Калина. Вообще говорят, что хорошее мумио. В общем-то, это я и в шампунь, их добавляю в печь. Я бы с удовольствием принимала вовнутрь. Но мне чуть-чуть тошнит таких таблеток. Так, чайное дерево тут у меня закончилось. Тоже не закончилось. А, во-первых, крышка сломалась. И срок годности прошел. Ну, чайное дерево я покупала. Тут точно наносить на прыщики. Был такой момент, что я не знала, что это нужно наносить точно. Намазала все лицо. У меня загорело все лицо. Чуть не прожгла все лицо. В общем, так никогда не делайте. Его наносят точечно. Желательно, как мне сказали, вообще нанести кремом на лицо. И на крем уже наносить на прыщик. Чтобы вообще прям не было никакого раздражения. Вот это от Арифлейм. Ботонок всем известный. Тоже срок годности прошел. Вот. Он почему-то откручивается. Так не получается. Ну, вот. Практически там тоже, я не знаю, срок годности тоже прошел. Я не очень просто люблю эти штуки. Более того, я терпеть не могу, когда нужно вот так вот пальцем или каким-то там, не знаю, кисточкой наносить на губы. Я привыкла, чтобы это была помада. Конечно, все интересно, что вот забачу, она все так приятно, прикольно. Но вот из-за того, что это была не помада, я ее забросила. Дальше. Дальше вот такие у меня помады стоят, у которых тоже прошел срок годности. Но они бюджетные. Это фирма Флёр. То ли Лидва, то ли Латвия, то ли Польша. Я не помню, я еще в Калининграде их покупала. Вот это я очень пользовалась. Смотрите, цвет красивый какой. Ну, прошел срок годности. Но они не стойкие, они стираются, поэтому они не стоят внимания. Ну, только когда я с этим денег нет. Невея крем. Это вообще жесть. Гляньте. Я не знаю, как вы покупаете, дорогие мои бьюти-блогеры. Я потом смотрю, у меня аж сердце разрывается, когда вы это все выкидываете в мусорки. Табором вот то, что вот. Вот это все, что я сняла, оно хоть у меня есть потраченное. А я смотрю, вот у девчонок, и они выкидывают почти все. Вот это все неиспользованное. Зачем это делать? Вот я тоже кадр. Купить крем. И у меня там, кстати, еще лежит, но я его не беру. Еще пока оставила там месяц, по-моему. То есть, для меня это вообще что-то с чем-то. Потратить деньги и не использовать, это жесть. Что тут говорить об этом? Ну, Невея крем, в основном, я его наношу, когда действительно обветрилось, или на лице, что-то какие-то там, просто гербесы, там у меня шелушения. Чтобы увлажнить, пропитать. Наношу такие крема, ну, на их, на руки, на эти, как на локти хорошо наносить. Ну, такая штука, антитабак написано, тут 32 Бионорма, свежедыхание, это уже какая-то херня, я еще не знаю, я еще даже им брызгалась. Вот я сколько помню, вот он все равно там есть еще. Херня полнейшая, боже, как я вообще еще брызгалась с ней. Вообще, мне очень нравится помада, тут у меня грязная, знаете, от Maybelline. У меня вот 125-й закончился оттенок. Мне уж очень они нравятся. Вот, гляньте, насколько я их израсходовала. Мне вот, да, мне вот такая импонирует на Maybelline. У меня и туши Maybelline. Нью-Йорк. Лесной бальзам мой любимый, видите, аж 3 штуки. Останавливаться не буду, я люблю эти зубные пасты. Силка стоит, вам не понравилось. Но мужу пойдет. Вот, иногда я тоже, конечно, я тоже очищу, но не в восторге. Шампунь Тимотей, гляньте. Вообще, я вот такие шампуни, масс-маркеты их называют, то есть, которые продаются в супермаркетах, и в Гоша, то есть, такие, да, известные, которые, я бы сказала, покупают многие. Я их редко покупаю, но иногда покупаю, тем не менее. Ну, потому что я люблю шампуни, вот, просто я люблю шампуни. Просто я знаю, что они вредные, и тем не менее, я все равно их покупаю. Ну, гели для душа, они что же вредные. Вот, и этот шампунь мне понравился. Он тоже прозрачный, прозрачная бутылка, мне их всегда подкупает. Я люблю, когда, ну, хотелось бы, чтобы был прозрачный продукт. Там еще у них стоит с белым, я не помню, что там. Вот, я хочу его еще купить, мне понравился. Бальзам мне неинтересный, бальзам я вообще не очень люблю. Вот, я люблю бальзамы для волос, и люблю лосьоны, крема для тела. Вот, у меня как-то так. Поэтому, понравился, могу себе им посоветовать. По-моему, здесь что-то зеленый чай, что-то такое. Да, я должна вам показать. Эстрад листья зеленый чая. Все так легко и просто. И мицеллярная вода от Гарниер. Вот эта мицеллярная вода мне очень понравилась. И мицеллярную воду, конечно, нужно обязательно смывать с лица. Сейчас у меня лореаль, я ее добиваю, и она ужасная. У меня щепет глаза, это полный отстой. А Гарниер класс, могу с ним посоветовать, супер просто. Ой, боже, Керанова здесь стоит, у меня восстановитель для текущихся волос, несмываемый. Кстати, одну штуку я такую израсходовала, помните, когда-то. Эту я уже не добила, не смогла. Не знаю, что это у нас, Лариса, не так, кто она в Белоруссии, фигу знает. Нет, Москва написана, не понравилась. Ну, то есть, непонятно, воду брызгаешь, а что там она? Персиковое масло, тоже срок годности прошел. Тоже треснула крышка. Как всегда. Так, вот такое вот у меня масло для ресниц. Я даже не скажу, что это за фирма. Тоже треснула крышка. Надо все это выкидывать, жалко. Фирма ДНС, что ли. ДНС, масло для ресниц правей, питательное. Вот. Пользовалась полет назад. Вот такая фирма, тоже бюджетная у меня. Она, кстати, а, она сломалась. Откручу, она сломалась. Вот. Далее, далее. Это из фикс пральса. Чистить кутикулу. Не понравилась. Вон, грязная стя. Щенка, это херь помнишь, а не не понравилась. Лак удаляет, да, с кожи пальцев. Астрамин, тоже совершенно новый крем. Вот он, полный отбеливающий крем с данным эффектом. Фирма Галант. Чего брала, непонятно. И тоже прошел срок годности. Белый. Так. Вывод, у которого срок годности не прошел, и которые прикончены. У нас у нас составит цинк и чайное дерево. Это чистая линия. Крем актив против прыщей. Да-да-да, это уже фаворит ютуба, бюджетный. Да, действительно помогает. Очень хорошо впитывается. В принципе, так. Для меня главное, чтобы он хорошо впитывался, чтобы не было жирный, как вот это, да. Там когда жирный висит, невозможно ходить. Это вообще супер просто. Мне понравилось. И я и хочу еще одну купить такую. Блин. И действительно, прыщики даже уменьшаются. Она даже вот прям класс. Класс. Света с фикс прайса, тушь. Я даже не знаю, как ее назвать. Подделка под мебелью, наверное. Херня полнейшая. Сухая. Ничего брала, непонятно. Так. Крем для лица. Привезен из Калининграда. Биатон фирма. Самое главное, что это череда. Ну, составит череда. Девочки, теперь я не могу найти этот крен. Мало того, что я много чего не могу найти в Ставрополе. Но самое, как я говорю, в большой России. На большой России, на большой земле. Потому что это делает Украина, видите. Потому что Калининградер все-таки отстранен край. И там что-то есть, а чего-то нету, в общем-то. Классный крем. То есть, я бы их сравнивала. Вот эти два. Вот эти два. Да. Он убирает следы от прыщей, вот этот, покраснение и прочее. На данный момент я такой крем найти не могу. Вообще, хочу найти крем с чередой. Вот прихожу в аптеку, нету в продаже. Ну, есть какой-то, по-моему, детский, ну, по-моему, для тела. Для попы. Мои для лица. Не знаю, брать, не брать. Скин Рен. Боже мой, от зелойного кислота. Это для меня страх просто. Я ее все равно же покупаю. О, господи, мне там еще и злик стоит, а заликли, а как он там. Ну, это жесть. Как он щипет. Тоже, видите, он незаконченный. Я его выкидываю. Не люблю я его. И вот, получается, кислоту она щипет. Меня бесит, покраснение потом. Скин Рен нанес, потом один хрен наносить. Вот такие надо крема. Ах, нахер надо. Ну, и последнее, что мне заканчивается, то уральский самоцвет, тональный крем, то натуральный что-то там. Даже показывать не буду, это все пипец бюджетная фигня. Калина тоже делает. Короче, и дело даже не в том, что оно бюджетное. Оно темное, он такой, знаете, для загоревшей. Для загоревшей. Или показать. Для загоревшего лица. Как купила, не знаю, о чем я думала. Совсем. Он мне не подошел, он очень темный. Ой. Для лица у меня. Сейчас, может быть, вот когда, конечно, после моря, после этого, то, может быть, и в самый раз. Но когда зимой, то нет. Весной, то нет. В общем, это были все мои баночки, дорогие мои. Кустые. Про бабочки. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Оставляйте свои комментарии. Буду вам признательна. Субтитры сделал DimaTorzok